Защиты от зеленого змея просят чебоксарцы у городских чиновников. Так называемые разливайки не дают жителям покоя. Руководство города регулярно получают жалобы на подобные заведения. Вот что показала очередная проверка. Вечер в увеселительном заведении в компании нетрезвых друзей сулит немало сюрпризов и не всегда приятных. Драки, шум и крики местным от такого соседства, пусть даже и законного, не сладко. Гости рюмочных и задержаны в отделениях полиции часто одни и те же лица. Бывает много жалоб со стороны жителей, органы МВД присылают отчет о том, что после посещения подобных заведений нарушение в городе. Проблема серьезная, сходу ее не решить. К поиску решения подключились депутаты городского собрания и народный контроль. Это вообще больная тема не только в нашем городе, но и в Российской Федерации. На предмет соблюдения закона о правах потребителя, на предмет соблюдения санитарных правил всех или иных заведений, на предмет реализации продуктов питания, которые реализуются через вот эти все круглосуточные кафе. Хозяйка одного кафе называет его местом психологической разгрузки мужчин после работы. Она в этом бизнесе 17 лет. В Чебоксарах таких вот центров психологической разгрузки, в кавычках, с каждым годом все больше и больше. У нас в городе примерно около 47 так называемых поливаек, а библиотека в городе 18. Как вы считаете, это влияет на общее отношение граждан к этому вопросу? Я думаю, тут ответ сам по себе напрашивается. Конечно же, это очень сильно негативная идея, особенно на подрастающем поколении, на молодежи, потому что доступность алкоголя увеличивается. Продукты питания ничем не прикрыты. Возник вопрос и с приготовлением угощения для посетителей. Увы, однозначного ответа, откуда пироги, так и не прозвучало. В нашем случае замороженной этих нету не отмел. Я на этот вопрос отвечать не буду. За 21 рубль стакан портфейна и конфеты такое угощение предлагают на этой точке. Вот только пирожки, вернее их срок реализации хранения, вызвал у контролеров много вопросов. Лежат они на витрине день или три, продавец понятия не имела. Выявили серьезные недостатки, связанные с выпечкой. Та выпечка, которая была сегодня нам представлена нашему потребителю, нашему посетителю. Все товарные ярлыки, которые были на той или иной выпечке, они не отображают срок хранения, срок реализации. И поэтому внешний вид не отвечал, не внушал уверенность в пригодности. С витрины выпечку убрали. Но где гарантия, что это единичный случай, и он не повторится? Необходим правовой инструментарий, чтобы выходить по жалобе жителей и пресекать деятельность таких заведений, утверждают участники рейда. Госдума сейчас рассматривает соответствующий законопроект. Идея такова – установить минимум площади торгового зала 20 квадратных метров, где можно реализовывать спиртные напитки. Инициативная молодежь города собирает подписи в поддержку этого законопроекта. Пока же все замечания, выявленные в ходе рейда, направят контрольно-надзорные органы. Найдется ли управа на разливайке, покажет время. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.